всем добрый день меня зовут ирина и вы на моем канале о вязании для самых маленьких детей и сегодня у нас 7 часть по вязанию вот такого комбинезон чека для детей от нуля до трех месяцев кто только что зашел на наш канал увидел эту часть первые шесть частей вы можете зайти в описании и найти как же вяжется сначала этот комбинезон для тех кто еще не подписался на наш канал подписываемся где мастер-класса все выходят бесплатными и кому понравилось этот видео этот комбинезон ставим пальчик вверх то есть свои лайки не забывайте ставить и если у вас возникли какие-то вопросы задаете свои вопросы в комментариях перед вами находится результат нашего вязания за 6 частей как вы помните шестой части мы с вами закончили вязать на восемьдесят девятом ряду сегодня мы продолжаем вязать 90-го ряда 90 ряд у нас идет лицевой 90 ряд этот ряд мы вяжем все петли лицевые кроме промежуточных возле промежуточная петля идет изнаночной возле планки это восьмая петля от начала ряда и также восьмая петля в конце ряда то есть от конца 8 петля это промежуточные возле наших планок который мы вяжем постоянно изнаночными с лицевой стороны мы вяжем изнаночными а с изнаночной стороны мы всегда их вяжем лицевые вот эти петли а также у нас такие же петли существуют возле наших полосок которые находятся под рукавами они также у нас есть эти петли и мы эти петли вяжем изнаночными изнаночной вязкой у нас есть одна петля в начале и одна петля в конце если мы посмотрим с изнаночной стороны вот они эти петли мы их вяжем постоянно изнаночными как с одной стороны полосы так и с другой у нас их две полосы под рукавами под каждым рукавом и так 90 ряд мы вяжем все петли лицевые кроме промежуточных этот ряд вы вяжете самостоятельно 91 изнаночный ряд мы меняем местами наши квадраты а то есть квадраты которые у нас находится из платочной вязки и квадраты составляя из резинки 2 на 2 мы их меняем местами в этом ряду я сейчас 91 проговорю полностью как какая вяжется петелька это для тех кто девочки у нас я знаю что по комментариям недавно взяли спицы в руки и начали вязать вместе с нами это то есть я даю такие мастер-классы для начинающих кому уже не терпится быстрее связать вы немножко можете промотать видео и посмотреть как вяжется какой ряд итак 91 изнаночный ряд кромочную снимаем и вяжем 7 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 2 изнаночных 6 лицевых 2 изнаночных 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 6 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевые 2 изнаночных 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 10 лицевых извините 6 лицевых а я сказала 10 прошу прощения 6 лицевые затем идут 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 9 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 7 лицевых последний у нас идет кромочная вяжем изнаночную петлю это был 91 изнаночный ряд 92 лицевой ряд мы его про вяжем также вместе чтобы потом опираться на эти ряды и вязать дальше это для тех кто еще не может определиться с рисунком то есть для наших новичков и так кромочную снимаем 6 лицевых 1 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 10 лицевых 1 изнаночные 10 лицевых 1 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 10 лицевых 1 изнаночные 2 изнаночные 10 лицевых 1 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная 7 лицевых 1 изнаночная 10 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 10 лицевых 1 изнаночная 6 лицевых 7 у нас идет кромочной от планки мои про вяжем изнаночной мы провязали с вами 92 лицевой ряд а теперь 93 изнаночный ряд и 94 лицевой ряд вы вяжете самостоятельно 93 изнаночный ряд вы вяжете как и 91 а 94 лицевой ряд вяжите как и 92 вяжем эти два ряда самостоятельно 95 изнаночный ряд вы вяжете этот ряд также самостоятельный как и предыдущий изнаночные ряды а то есть как 91 и 93 ряд 96 лицевой ряд в этом ряду нам нужно сделать очередную петлю под пуговицу этот ряд мы будем вязать точно так же как и предыдущие лицевые ряды но в этом ряду сделаем отверстие под пуговицу кромочную снимаем 1 лицевая я переворачиваю 2 петли чтобы их провязать вместе с наклоном влево подхватываю 2 петли провязываю 1 лицевой петлей делаю 2 накида на правую спицу затем подхватываю 2 петли и провязываю 1 лицевой петлей с наклоном вправо 1 лицевая изнаночная и этот ряд вы вяжете до конца самостоятельно по рисунку и как вязали предыдущие лицевые ряды вяжем самостоятельно 97 изнаночный ряд вы вяжете также его самостоятельно как и предыдущие изнаночные ряды а то есть мы с вами точно также вязали 91 93 и 95 ряд но в конце 97 ряда у нас находится незаконченная петля под пуговицу мы ее закончим вместе у меня на левой спице находится 67 петель нашей планки одну петлю провязываем лицевую вторую провязываем лицевую и у нас находится 2 накида 1 накид подхватываем за заднюю стенку и провязываем лицевой следующий накид подхватываем за заднюю стенку провязываем лицевой у нас остаются две петли лицевые и последняя седьмая кромочная провязываем изнаночной петлей так мы завершили с вами петлю под пуговицу это был 97 изнаночный ряд 98 лицевой ряд этот ряд мы будем вязать все петли лицевыми кроме промежуточных как я говорил это точно так же как мы вязали с вами 90 ряд это 98 лицевой ряд вы вяжете самостоятельно все петли кроме промежуточных вы вяжете изнаночные остальные все петли лицевые 99 изнаночный ряд мы меняем в этом ряду местами наши квадраты этот ряд мы будем вязать вместе со мной кромочную снимаем вяжем 7 петель лицевых 2 изнаночных 2 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 лицевых 2 изнаночные 9 лицевых 2 изнаночных 6 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 9 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 7 лицевых кромочный провязан изнаночные мы с вами провязали 99 изнаночный ряд дальше у нас идет 100 ряд это лицевой вы будете вязать его вместе со мной чтобы затем определиться привязать самостоятельно эти ряды лицевые и так сотый лицевой ряд кромочную снимаем вяжем 6 лицевых 1 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная 7 лицевых 1 изнаночные 1 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 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 изнаночные 10 лицевых 1 изнаночные 10 лицевых 1 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 10 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная 6 лицевых кромочный провязан изнаночные мы провязали 100 лицевой ряд теперь мы будем вязать 2 ряда это 101 изнаночный ряд вы будете вывязать самостоятельно точно так же как мы вязали 99 и 102 вы будете вязать это 102 лицевой вы будете также вязать как и 101 лицевой ряд и так 101 и 102 вы вяжете самостоятельно 103 и 104 ряд вы будете вязать также самостоятельно как и предыдущие ряды 103 это у нас изнаночный ряд а 104 это лицевой вяжем самостоятельно 105 изнаночный ряд вы вяжете также самостоятельно как и предыдущие изнаночные ряды 106 лицевой ряд этот ряд мы вяжем все петли лицевые кроме промежуточных это подготовительный ряд по смене наших квадратов и так 106 ряд вы вяжете самостоятельно и все петли кроме промежуточных мы их вяжем изнаночными петлями остальные все петли вяжутся лицевыми 107 изнаночный ряд мы меняем с вами местами квадраты и будем вязать этот ряд вместе со мной чтобы опираться потом на этот ряд вы будете вязать также самостоятельно и на этот изнаночный ряд будьте опираться и вязать следующие ряды и так 107 изнаночный ряд кромочную снимаем 7 петель лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 9 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 7 лицевых и последнюю нас кромочным ее вяжем изнаночные мы провязали 107 изнаночный ряд 108 лицевой ряд мы будем вязать также вместе чтобы опираться на этот ряд и вязать самостоятельно 108 лицевой кромочную снимаем вяжем 6 лицевых 1 изнаночная 10 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 10 лицевых 1 изнаночная 7 лицевых 1 изнаночная 2 изнаночная 7 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 10 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых и и простите еще 8 лицевых и простите еще 8 лицевых 2 изнаночных 10 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 10 лицевых и 1 изнаночная это промежуточная петля возле нашей полосы и 1 изнаночных 10 лицевых 2 изнаночных 10 лицевых 1 изнаночная это промежуточная петля возле нашей полосы 7 петель лицевых следующие также промежуточная петля мы вяжем изнаночной возле полосы 10 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 10 лицевых 1 изнаночная 6 лицевых и последний у нас кромочной мы ее вяжем изнаночной мы с вами провязали 108 лицевой ряд 109 изнаночный ряд вы будете вязать самостоятельно точно так же как мы вязали 107 и следующий идет на 110 лицевой ряд вы будете также вязать лица самостоятельно как 108 лицевой ряд и так 109 и 110 вы вяжете самостоятельно 111 изнаночный ряд и 112 лицевой ряд вы вяжете самостоятельно как и предыдущие ряды 113 изнаночный ряд вы будете также вязать самостоятельно как и предыдущие изнаночные ряды вяжем 113 изнаночный ряд самостоятельно и сегодня наша часть заканчивается на 113 ряду завтра выйдет следующая часть мы с вами продолжим вязать и мы уже будем вязать с вами не из штанишек а то есть нам нужно подготовить на место где оставиться у нас будет нам нужно перейти сделать планки для застежек на штанишках то есть мы будем вязать каждую штанину отдельно но прежде нам нужно будет провязать и подготовить место под планки под застежки как вы видите здесь я просто расстегнула здесь одна пуговица на 2 петли и так сегодняшняя наша часть я заканчиваю на этом кому понравилось ставим пальчик вверх у кого возникли вопросы пишем свои вопросы в комментариях ну а на сегодня все всем удачи вашим вязание вашем труде желаю всего всего хорошего самое главное здоровья и мирного неба над головой на этом все и всем пока